Саратовские авиалинии не торопятся возвращать деньги за авиабилеты. Заложниками непростой ситуации оказались сотни жителей Ненинского округа. Кто-то из них успел вернуть деньги за неиспользованные билеты на рейсы авиакомпании через авиакассы. Другим повезло меньше. В кассах деньги не возвращают, а на письменные претензии саратовские авиалинии отвечать не спешат. Дмитрий Марков свой семейный отпуск планировал заранее, поэтому и билеты приобрел заблаговременно, чтобы избавить себя и свою семью от лишней суеты и спешки. Ведь за пару дней до намеченного вылета билета в кассах может не оказаться. Мы с Питера должны были возвращаться обратно в Неринмар. Билеты у нас были уже куплены достаточно давно, заранее было все куплено. А позже стало известно, что у саратовских авиалиний изъяли лицензию. Пока этот вопрос был подвешен, потом позже подошли в авиакассы. Не онлайн билеты покупали, а авиакассы. И подошли, там заявление надо было какое-то оформить. Оформили заявление и ждали информации. Подходили, иногда узнавали в авиакассах, сказали, что кому-то возвращаются деньги. Как я понял, там по четыре человека по пятницам, что-то они говорили, возвращалось. А недавно вообще узнали, что они вообще перестали выдавать деньги через авиакассы. Заложниками этой ситуации оказались десятки, а то и сотни жителей округа. В одной из групп социальной сети ВКонтакте обеспокоенные наринмарцы делятся друг с другом информацией. Люди пытаются разобраться и понять, когда саратовские авиалинии вернут деньги за билеты. Знакомым, которые сдавали через кассу, вернули. Я делала возврат через сайт ни слуху, ни духу с 31 мая. Вот и у меня через сайт сдала 18 мая. Уже претензию написала через сайт и ничего. Я сдавала через кассу, вчера позвонили и сказали, возврата не будет. За разъяснениями мы решили обратиться непосредственно в саратовские авиалинии. В приемные авиакомпании были немногословны. Добрый день, приемные саратовские авиалинии. Добрый день. Вас беспокоит телеканал «Север». Это город Наринмар, Неницкий округ. Меня зовут Ирина Нижалова. Подскажите, пожалуйста, к нам в редакцию обращаются жители округа, которые приобретали билеты на рейсы вашей авиакомпании и оформляли покупку через сайт. У них возникли проблемы с возвратом денег за приобретенные билеты. Вот как-то можете нам прокомментировать, что делать и будет ли возврат средств? Все комментарии девушка предоставит вам только по письменному вопросу. На имя генерального директора Натыкана Игоря Николаевича, пожалуйста, напишите письмо и отправьте в наш адрес. Прояснить ситуацию с возвратом билетов нам помогли в авиакассе акционерного общества «Турконсул». А вы можете нам как-то прокомментировать на камеру? Потому что люди эта тема очень волнует. Мы звонили уже в Саратовские авиалинии. Они сказали, что будут отвечать только на письменную. Да, нам тоже пришло письмо, что они нам теперь уже закрыли возврат этих авиабилетов. И в письменном виде они нам сообщили, что пассажиров предупреждать и давать вам им электронный адрес и телефончик. Непосредственно этой авиакомпании, Саратовские авиалинии. А вы можете нам телефон сказать? Ну, чтобы мы для жителей показали в эфире, куда туда звоните. Да, я вам сейчас скажу точку, подождите. Так. Я даже вам сейчас вывезу. Телефончик Саратовских авиалиний 8452-26-00-70. То есть, получается, раньше люди, которые покупали билеты в кассах, они могли через кассу сделать возврат денег? Да, они могли сделать через возврат. Потом авиакомпания нам давала 3 часа на возврат, но уже со списком пассажиров. То есть, выборочно как-то? Выборочно, да. Потому что люди жалуются, что и с 18 мая, да, с 18 мая было, направляли заявки, ну, на возврат денег, и компания молчила. Да, мы сделали весь список наших пассажиров, которые мы продавали билеты, отправляли в авиакомпанию. И вот так вот получилось, что кто успел, тот получил деньги, кто не успел, тот теперь будет уже непосредственно с авиакомпанией связываться сам. Герой нашего сюжета Дмитрий попытался вернуть деньги за билеты через сайт авиакомпании. Впрочем, процедура оформления претензий показалась ему сомнительной. Ну, у них, да, у них на сайте написано, что надо отправить документы, подтверждающие договор с этой организацией. Получается, это билеты, документ, который мы заключаем, у нас договор. И отправляются полностью в письменном виде. Ты отправляешь им фиос, все паспортные данные, билеты, да, оригинал, надо отправлять, именно оригинал у них указано, что мы отправляем. И свой корсчет, на который, видимо, все это будет переводиться. Но я пока как-то не горю желанием это все отправлять, потому что все это в таком подвешенном виде. И без билетов не хочется остаться пока. То есть нет гарантии, что... Да, я не знаю, что... Если я отправлю им этот билет, я не вижу гарантии того, что они мне точно вернут. А пока у меня билеты на руках, я как-то могу доказать, что я покупал у них билеты. Чтобы окончательно не испортить себе отпуск Дмитрия, а также другие несостоявшиеся пассажиры саратовских авиалиний, вынуждены были приобрести новые билеты уже у других авиаперевозчиков. А много людей приходит к вам с этой проблемой? Очень многие улетели, еще билеты на руках. Я думаю, что еще много. Для тех, кто хочет вернуть деньги за неиспользованные билеты, авиакомпания «Саратовские авиалинии» рекомендует обратиться непосредственно в авиакомпанию. Ее адрес и телефон вы видите на своих экранах. Город Саратов, улица Жуковского, 25. Контактный телефон и факс для пассажиров. Код города 8452. Телефон 260070. Электронная почта офис собакасаратовairlines.ru Ирина Ежалова, Вадим Стасюк, Телеканал Север.